И состав классный, и название грозное, и история медальная. Промресурс Кайман перед новым чемпионатом Ульяновска по мини-футболу заполучил свои ряды практически всю Волгу. К рифею команды Ивана Кузнецова добавились и братья Рахмановы, и Валерий Захаров, и голкифер Дмитрий Красильников, и защитник Радик Хайрулов. С таким составом стыдно бороться даже за серебряные медали. Однако на старте сезона желто-черный коллектив неожиданно потерял 4 очка, дважды сыграв ничью. Все равно перестроиться тяжеловато с большого футбола в мини-футбол. Как бы это со стороны не казалось, вроде и там, и там футбол, но это тяжело. И мяч другой, и другое поле, и маленько, я думаю, привыкали к этому еще. И все-таки мы отдыхаем в отпуске, я вот вообще не тренировался, приехал чисто так вот поиграть. В свою очередь соперник Волги Кайман по третьему туру чемпионата Ульяновска среди клубов Суперлиги очков на старте сезона не терял. Мобирейт ТГВ друг за другом переиграл Симкор и Симберст, объединенные Соберхофом. Однако к стартовому свистку был подтеснен с первой строчки турнира на таблице «Погода в доме», которая 10 минутами ранее одержала третью победу в чемпионате. Таким образом, у Мобирейта не осталось выбора. Чтобы сохранить лидерство, надо было побеждать Волгу. В принципе, ничего не давляло. У нас своя игра была с сильным соперником, которую мы должны были сами выигрывать, а не смотреть, как сыграет погода. В первой же атаке Мобирейт оказался в сантиметрах от гола. Виктор Злыдарев опередил Красинникова на мгновение и протолкнул мяч в мину голкипера. Но стражи ворот подстраховали защитники, выбив мяч практически с ленточки. Волга ответила куда удачнее. Валерий Захаров получил мяч на левом фланге и сбежаться с голкипером ТГВ Вадимом Новичковым не стал, а пробил точно в дальний угол. Правда, недолго лидировали крокодилы. Виктор Злыдарев выверенно ассистировал Юрию Абдухалкову, который головой отправил мяч в ворота Волги. Прессим постоянно двумя четверками. Сопернику удалось просто навязать нам эту игру, потому что игра, сами видели, была сначала в одну сторону, потом в другую сторону. Действительно были ключевые моменты, где нам, наверное, немного не повезло. Это невезение для Мобирейта началось в концовке первого тайма, когда Виктор Злыдарев выскочил один на один с Дмитрием Красинниковым, но проиграл дуэль голкиперу. Едва ли не в следующей атаке, Кайман снова вышел вперед. Это Дмитрий Романов поразил тот же левый от новичкова угловорот. 2-1. Волга после первой половины игры. Надежнее, надежнее в обороне, ребят. Надежнее. Глупых ошибок не совершая. По самоздаче молодцы, красавцы. Не хуже играл и соперник. В самом начале второго тайма Виктор Злыдарев получил третий шанс поразить ворота Красинникова и пробил таки голкипера ударом со штрафного. Вот только толком порадоваться команда не успела. Из своей атаки, которая должна была вот-вот захлебнуться, Волга вызвала максимум. Радик Хайрулев с левой приложился точно в угол. Мобирейт мог отыграться, но Фортуна отвернулся от него в очередной раз. В концовке матча Юрий Абгулхаков совершил сольный проход и технично пробил мимо Красинникова. Быть бы дублю, но за голкипера сыграла его лучшая подруга. Штанга. Счет остался неизменным. 3-2 в пользу Волги Кайман. Сложная игра на самом деле. Темп взяли большой. Обе команды с первых минут. И поэтому, ну, тут кто больше забил, тот и выиграл по большому счету. Могли как они выиграть, так и мы. Нам больше повезло. Благодарить Фортуну по итогам третьего тура должна и погода в доме. Ее игра против Динамо получилась валидольной. Забивали команды по очереди и побывали как в роли лидеров, так и в роли догоняющих. Но в концовке фаворит все же взял свое. 7-5. Непредсказуемой оказалась концовка встречи Кристалла и Авангарда. Когда пошла последняя минута, Кристалл вырвался вперед. Но за 10 секунд до финального свистка заводчане счет сравняли. 4-4. В оставшихся двух встречах обошлось без нервотрепки для фаворитов. Контактор обыграл Вертер, Симбирск хоть и пропустил первым, но все равно справился с Симкором. Третий тур обозначил единоличного лидера. Погода с девятью очками взгромоздилась на первое место. Без поражений также идут Волга и Кристалл, но они, о чудо, не входят даже в тройку лидеров. Шестью очками на педестале и в самой близости от него Мобирейт, Симбирск и Контактор. Без очков по-прежнему Динамо и Вертер. Четвертый тур пройдет уже зимой, 3 декабря. Главная вывеска игрового дня – Симбирск-Оберхов против Контактора. Чья парочка забивных форвардов окажется проворнее? Ответ через неделю на сайте Ульяновской правды.